Мир вам, дорогая Церковь Христова, братья и сестры! Я очень рад быть опять у вас в гостях. Я думаю, вы меня еще не забыли совсем недавно, примерно месяц назад, я был у вас. Я не знаю, рады ли вы видеть меня опять, но я очень рад быть у вас. И, наверное, это воля Божья для того, чтобы продолжить то, о чем мы говорили первый раз. Слава нашему Господу! Как приятно, братья и сестры, и какое великое благословение быть в Доме Божьем! Не каждый человек может переступить порог молитвенного дома. Скажу вам, много людей, которые живут вокруг нас, никогда не были в присутствии Божьем, никогда не были в молитвенных домах. Там, где мы жили, вы тоже знаете, были такие люди, которые никогда не знали живого Бога. А мы с вами избранные дети Божьи. Давайте ценить этими минутами в присутствии и в благодати Божьей. Пускай Господь благословит нас! Я думаю, вы помните прошлый раз, когда я был у вас, и о чем я говорил. Кто из вас помнит? Поднимите, пожалуйста, руку. Для того, чтобы запомнить, проверить себя, насколько мы внимательны в Доме Господнем. Я чуть-чуть напомню. В прошлый раз мы говорили о двух колодцах. Колодец Иякова и колодец Иисуса Христа. О воде живой. Вода. Вода, без которой даже проповедник не может проповедовать. Иногда и ему надо. Воду, которую мы пьем каждый день, и этой водой живет наша плоть и существует. Без воды мы можем умереть. Так же само без Духа Божия. Духовной жизни христианина не может быть. Он умирает. Поэтому я хотел бы говорить дальше. Помните, мы читали место из пророка Исаии, где Господь говорил такие слова, что Дух, который на тебе, и слова, которые я вложил в тебя, я вложу в потомков твоих, этот Дух и эти слова. И так мы говорили с вами, то, что вода, которую предлагает Иисус Христос, когда Он воскликнул, кто жаждет, иди ко мне и пей у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Это Слово Божие и это Дух Святой. Потому что там прямо написано, «Сие сказал Он о Духе Святом, который имели принять верующие у Него». Дух Святой – это живое Слово, это живая вода. Но знаете, братья и сестры, хочу напомнить вот одно место. Деяние апостолов, 19 глава, с 1 стиха. Помните, что там написано? «Итак Павел прошед в верхние страны, прибыл куда? В Ефес. И он нашел там некоторых учеников и спросил их, приняли ли вы дар Святого Духа, уверовавши?» Они говорят, «Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой». Помните, Павел им изъяснил, точнее, путь Господень. Он преподал им водное крещение во имя Иисуса Христа, а потом возложил руки, и они приняли Святой Дух. Но я хотел обратить внимание на одно слово. Там написано вот такое слово «наши некоторых учеников». Вы знаете, это слово как-то по-особенному ко мне отнеслось. Вы знаете, почему? Если бы Павел нашел некоторых не учеников, а учителей, он не смог бы им ничего преподать, он не смог бы ничему их научить и что-то сказать, потому что они, как учителя, оценивали бы проповедь Петра. Правильно он говорит Павла. Правильно он говорит или неправильно. Хорошо он сказал или нехорошо. Но, послушайте, они были учениками. Они шли в Дом Господень или собирались как ученики для того, чтобы чему-то научиться и послушать. А что сегодня скажет нам Господь? Друзья дорогие, давайте зададим каждый из нас себе вопрос. Шли мы в Дом Божий как ученики, чтобы чему-то научиться? Или шли мы в Дом Божий просто послушать и посмотреть, как будет проходить служение? Как группа споет правильно, неправильно? Как хор споет? Какие песни? Кто новенький будет? Что мы услышим? Или мы шли для того, чтобы услышать Слово Божье? Я помню одну семью. Они покаялись из мира. Они оба были артисты, жили мирской жизнью. И вдруг они услышали Слово Божье. Это было для них настолько новое, необыкновенное. И они покаялись, отдали свою жизнь Иисусу Христу. И они мне лично рассказывали. Говорит, эта сестра. Она говорит, когда мы шли в Дом Господний, мы брали, говорит, большую тетрадь и брали с собой ручки. Я, говорит, с одной стороны муж, с другой стороны, мы, говорит, записывали всю проповедь тщательно. И даже все объявления, и что пастор объявлял в конце, в начале, что говорилось, мы, говорит, боялись что-то пропустить. Мы понимали, это так важно для нас. Говорит, мы иногда лишние записывали. Но мы боялись что-то. Мы, говорит, были истинные ученики, которые хотели научиться. Но прошло время. Что произошло? Как вы думаете? То, что и с нами всеми произошло. Мы уже получили некоторые познания. Мы уже сделали себе рамки, в которых мы служим Господу. Мы уже знаем, когда мы придем на собрание, когда мы не придем. Мы знаем, какие служения посетить, какие не посетить. Мы уже сделали для себя рамки. И мы уже особо не нуждаемся в чем-то особом научиться. Но, послушайте, мы с вами не можем быть, возможно, апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Но мы можем быть учениками. Мы можем чему-то научиться. Но если наше сердце расположено к этому. И вот ефесяне, в Ефесе эти 12 учеников, они были расположены, что Павел скажет через... Что Господь скажет или чему научит через Павла. И они получили то необходимое. Знаете, я, мой отец, он живет в доме для престарелых. И там много других братьев живут такого же возраста. Он человек, который пришел к Господу посредством Духа Святого. Дух Святой его привлек в церковь. И, может, я вам рассказывал, может, нет. Ну, вот чуть-чуть так, вкратце скажу, когда мой дедушка еще, его отец, он рос сиротой с 7 лет. И он не знал о своих братьях, сестрах. Так оказалось, что они были сиротами, и они были в монастыре. Его родной брат был архиереем Одесской области, а две сестры монашки. И уже аж только когда он женился, когда уже у него дети были, он узнал, что у него есть родной брат и где он находится. И он поехал к нему навстречу. И этот брат, будучи монахом, вышел напротив, они пообщались, побеседовали, он его принял. И в конце подарил ему Библию. Не сказал, что ты иди в монастырь, не сказал, иди в православную церковь, а вынес ему просто Библию. И говорит, послушай, здесь есть истина, не отойди от нее, не отступи, читай и исполняй то, что здесь написано. Это были единственные слова призыва, которые он ему сказал. Он отдал моему деду Библию. Дед возвратился домой, а он был малограмотным человеком и по слогам слагал слова и читал эту Библию по вечерам. Мой отец был примерно в 13-летнем возрасте и еще два брата были. И он говорит, мы игрались, а он читал. Говорит, мы не слушали, что он читал, потому что он малограмотный человек. Тяжело было что-то понять из того, что он читает. Но, говорит, нам запомнился один случай. Он читал, читал, потом остановился. Говорит, мама наша готовила кушать на плите еще, вот те, как было раньше. И он остановился и говорит, послушай, здесь написано, что в последнее время будут люди, которые будут говорить на иных языках. Это будет народ Божий, и они будут говорить с Богом. И говорит, повернулся и дальше начал читать. А отец говорит, а эти слова запали мне глубоко в сердце. На иных языках народ Божий будут говорить с Богом. Говорит, и вот это осталось. Прошло время. Они были дальше неверующие люди. Ну как, они понимали, что они в Бога верят, конечно же. Отец мой с армии пришел, женился. Уже у него появилась первая моя старшая сестра. И вот одно время, а Господь коснулся моей мамы, она покаялась. И она пригласил в один из вечеров, говорит, приди со мной в служение. Приди, послушай просто, что там будет. И он говорит, когда я пришел, говорит, я увидел небольшую группу людей. Среди них, говорит, старичок, брат, говорит, который отодвинул столик в сторону. Они стали все вот так по кругу. А он говорит им, обращается к отцу моему, говорит, Петр, ты знаешь, почему мы собрались? Он говорит, нет, не знаю. Он говорит, мы собрались, чтобы молиться о крещении святым духом. Он говорит, ну и молитесь. Говорит, когда они стали на колени, когда Господь посетил духом святым, и они начали молиться на иных языках, говорит, те слова, говорит, ударили мне в голову. Будет народ Божий, будут говорить на иных языках, и они будут говорить с Богом. И он говорит, я в сердце сказал, вот они, отсюда я никуда не уйду. И он говорит, я еще не покаялся, собрание шел прямо к своему отцу и сказал, папа, помните, когда-то давно я был еще ребенком. Вы говорили такие слова, будет народ Божий, будут говорить с Богом. Я нашел тех людей. И дедушка смотрит на него, где ты их нашел? Он говорит, вот там и там они собираются. Послушайте, вы уже пожилой человек, вам надо примириться с Богом. Давайте пойдем туда. И они пошли и вместе в один день отдали свое сердце Господу. Он говорит, за две недели Бог крестил меня духом святым, и по сегодняшний день он живет этим. Ему 84 года, и я еду на работу, звоню ему, как вы там? Я знаю, мама ушла в вечность, он один. И иногда, думаю, не скучает ли он? А он мне говорит, послушай, я так исполнился духом святым. Господь так коснулся моего сердца, порадовал мою душу. Я пережил близость к Божию. Мне некогда скучать и думать о чем-то другом. И вот знаете, он с этой радостью наделенный пошел к своему соседу и говорит, послушай, Слово Божие говорит о духе святом, что необходимо его принять. Он говорит, уходи. Я уже у Бога уверовал. Что ты думаешь, что у меня духа святого нет? Вы знаете, вот так люди иногда относятся к духу святому. Иногда люди, ну вот так, такое отношение к духу святому. Вы знаете, Христа не принимали, духа святого не принимают. Я бы не сказал, что не принимают, но, возможно, как-то по-другому понимают, по-другому как-то мыслят это. Моя тема или то, о чем я бы хотел поговорить? Я сегодня хотел бы поговорить, чтобы мы не оскорбляйте духа святого. Братья и сестры, я думаю, вы понимаете, те, которые пережили Божье присутствие и силу духа святого на себе, как прекрасно быть в духе святом, как прекрасно быть водимым духом святом. Ведь дух святой совершает миссию Иисуса Христа на земле. Как Иисус Христос учил своих учеников и вел их по жизни, так дух святой ведет нас под жизни в покой, в вечность. Так же само в Старом Завете мы находим Слово Божье, что дух святой вел народ Божий Израиля в покой ихний. Вы согласны с этим? Когда мы смотрим на Слово Божье поверхностно, мы можем сказать, нет, это Моисей их вел, Господь воздвиг Моисея. Но послушайте, Господь вложил в Моисея святой дух, если мы читаем 63-ю книгу пророка Исаии. И вот я начинаю читать, я буду читать, чтобы не читать всю главу, я буду вот так отрывками понемножку как бы проходить эти места. Заметьте, с первого стиха, если мы читаем, вторая половина говорит, «Я изрекающий правду, сильный, чтобы спасать». Бог спас народы израильские, во-первых, из земли египетской, второе, это из рабства, Он вывел их оттуда, где их детей бросали в реку, Он вывел их и спасал. И вот Его спасение заключалось в чем? Как это происходило? И вот я читаю дальше, уже с седьмого стиха, «Воспомяну милости Господней, славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к дому Израилеву, какую сказал Он ему по милосердию своему и по множеству щедрот своих. Он сказал подлинно, они, народ мой, дети, которые не солгут, и Он был для них спасителем». Кто был для них спасителем? Давайте сейчас обратим внимание, кто на самом деле стоял за спасениями народа израильского. Моисей, Аарон или, может, кто-то выше стоял? Мы иногда говорим «Бог». А давайте точнее посмотрим, кто же это был. И говорит, «Во всякой скорби их Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал их. По любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние». Слово Божие говорит, «Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его». Святого Духа с большой буквы здесь написано. Поэтому Он обратился в неприятеля их и Сам воевал против них. Они огорчили Святой Дух. Мы много говорим, что они огорчили Моисея. Даже написано Слово Божие, говорит, что Он погрешил устами своими. В 105-м Псалантвере написаны такие слова, что они довели его до этого, и Он погрешил устами своими. В этом был грех, что Он не вошел в обитованную землю. Но Слово Божие говорит, что на Моисея был Дух Святой, огорчая Моисея. Во-первых, они огорчили Дух Святой. И что случилось, когда человек огорчает Святой Дух? Тот же самый Бог, который спасал, обращается в неприятеля их Него. Вы знаете, очень много христиане ревнуют, просят о крещении Духом Святым, водительство в Духе Святом, но мы иногда не думаем, а если Бог и зальет Дух Святой на нас, как нам надо относиться с трепетом к этому Духу Святому, как поступать? Помните одного человека Божия, я бы так назвал, Манойа. Маной и жена его, ее имя не упоминается в книге судей, но у них не было детей. И вот вдруг является ангел Господней жене и говорит, послушай, ты зачнешь сына и родишь, он будет спасать Израиля, но я даю тебе условия, вина и секира не должен пить, ничего нечистого уста его не должны входить, бритва не должна касаться головы его. И она приходит и говорит, пришел ко мне весьма почтенный человек, сказал такие слова, когда услышал это Маной, это неестественно. Казалось бы, Маной, ты что не знаешь, что делают с детьми, кормят их, воспитывают, а как с тобой мама поступала, а как соседи твои? Но он говорит, нет, послушай, это дитя будет, если ангел Господний сказал, что даст нам дитя, что нам надо сделать? И он сказал Маной, и так, помните эту историю, он помолился Господу, чтобы опять явился этот человек, чтобы он открыл, как поступать с этим детьем. И когда перед ним уже стоял, я переступаю, вы знаете эту историю, когда стоял этот человек, Божий ангел Господний, он обращается к нему. И я представляю, он с трепетом говорит ему такие слова, и сказал Маной, и так, если исполнится Слово Твое, как нам поступить с младенцем, с ним и что делать с ним? Братья и сестры, Господь сказал, даст Духа Святого, кто из нас перед крещением Духом Святым молился и сказал, Господь, если ты и зальешь Дух Святой на меня, как мне поступать с ним, как ходить? Вы знаете, через это многие из нас огорчили Дух Святой, оскорбили, похулили даже некоторые жизнью своей. И мы чуть ниже коснемся, как это происходит реально в нашей жизни. И этот же Дух Святой, который вчера нас утешал, сегодня обращается против нас, у кого? В неприятеля. В неприятеля. Знаете ли, что молясь о Духе Святом, Дух Святой очень много идет нам поперек. Мы хотим это сделать, а Дух Святой говорит, не делай. Мы хотим это поступать, а Дух Святой говорит, нельзя. Нельзя. И мы те только, кто способен слышать этот голос Духа Святого, они живут по Духу. Но очень часто наши уши, они стоят неспособные слушать. Я образно говорю, они грязные. Если мы наслушались много новостей, возможно, сплетней, возможно, какого-то другого чего-то нехорошего, можем ли мы слушать голос Духа Святого? Да нет. Он будет говорить, но мы не услышим. Если наши глаза смотрели много телевизора, компьютера, еще что-то, какое-то насилие, можем мы увидеть, когда говорит к нам Дух Святой, нет, мы не способны это делать. И послушайте, этот богобоязный человек Маной говорит, как нам поступать с ним? И представьте себе эту картину. Он знал, что он будет спасителем Израиля. Он знал, что Дух Святой будет на Самсоне, сыне его. Я представляю, как бережно бегал за ним Маной и смотрел. Он видел, где там кого-то там подстригают. Он говорит, сынок, тебе нельзя подстригаться, не подходи, бритва не должна коснуться головы твоей. Он видел, где-то там кто-то пил вино, возможно, в Старом Завете это чаще было. И он говорит, сынок, не вздумай от виноградного прикоснуться или секиры. Ничего нечистого не должно уйти у статвоей. И он сохранил сына своего. Мы видим, что Самсон был избавителем. Хотя Самсон сам себя не уберег. Но отец его уберег его, как сына. И Дух Святой почивал на этом Муже Божьем. Помните то место, когда сошел на него Дух Святой? Написано, растерзал льва, как козленка. Сошел на него Дух Святой, разорвал веревки. Сошел на него Дух Святой, убил 30 человек. Да, Дух Святой иногда делает непонятно, но в этом была сила. Поэтому апостол Петр говорит, или сам Иисус Христос еще сказал, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Не говорение на иных языках, а силу, силу. Сила сегодня нам нужна не для того, чтобы убивать филистимлян. Она нам нужна, чтобы убить своего человека, своего плотского человека, который живет или желает противного нашему Духу. Вот эта сила нужна нам, а языки – это суть знамения того, что человек, исполненный Духом Святого, написано. Апостолы знали, что они приняли Дух Святой, ибо слышали, ибо слышали. Они слышали, что они говорят на иных языках. Но я пойду немножко дальше по этому. Я хотел бы только, чтобы мы поняли, что тот же самый Дух Святой, который нас утешает, который нас укрепляет, огорчив его, он может стать нашим неприятелем и может идти против нас. И далее Слово Божье говорит, «Тогда народ его вспомнил древние дни Моисеевы, где тот, который вывел их из моря, спас тырем овец своих, где тот, который вложил в сердце его, Моисея, кого? Святого Духа Своего». Послушайте, он вложил Святого Духа. Когда Господь вложил Святого Духа Своего в Моисея? При встрече у тернового куста. А Моисей должен был жить по закону Божьему, по закону еще, который Господь дал Аврааму, обрезание. А он был необрезанный. И вот этот Моисей идет необрезанный, потому что он рос в семье дочери Фараоновой, а не у своих родителей. Его скрывали и не успели обрезать. И вот уже будучи духовным человеком не таким, ангел Господний останавливается убить его. Но после обрезания Господь милует его. Вот что происходит с человеком, на котором помазание Духа Святого, и он живет не по Слову Божьему. Он может потерять очень много, даже всю свою духовную жизнь. Поэтому мы должны понимать это. И еще раз хочу подчеркнуть. Народ израильский вел Дух Святой, который был в Моисее. Аллилуйя нашему Богу. И он привел их, хотя они грешили, хотя многие из них пали в пустыне, но они все-таки вошли в обетованную землю. Почему? Потому что лидером, ихним водителем был Дух Святой. Возможно, мы с вами сегодня согрешаем. Возможно, кто-то упадет с народа Божьего. Мы должны за них молиться, поддерживать. Но будьте уверены, Дух Святой нас приведет в покой Божий, в обетованную землю. Аллилуйя нашему Богу. И вот только 14 стих еще хотел прочитать из этой главы. Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою. Так вел ты народ свой, чтобы сделать себе славное имя. Представьте себе, большая гора, и оттуда стадо идет, спускается овец, они идут в долину. И Господь со стороны наблюдает так за народом своим. И впереди идет Дух Святой, ведет их в покой. Братья и сестры, точно так мы выглядим сегодня пред лицом Господнем. Мы овцы Божьи, Он наш пастырь. И Он сказал, я не оставлю вас сиротами, я приду к вам. Но как же ты придешь, Иисус? Я приду в Духе Святом. Дорогие мои, многие из вас мечтали быть хотя бы в один день Иисуса Христа, чтобы увидеть Его чудеса. Но поверьте Его слову, Он сказал, лучше для вас, лучше, лучше. А Он говорит правду, чтобы я ушел. А Он придет, и Он ведет вас в покой. Поэтому сегодня так хочется, чтобы мы не воспротивились Духу Святому. Вы знаете, когда мы читаем Деяния апостолов, там было три категории людей. Там были, которые получили Дух Святой и радовались около 120 человек. Там были те, которые недоумевали и изумлялись. Слово Божье говорит. Это были хорошие люди, они просто не понимали. Они не слышали об этом, им Христос не сказал, что сойдет. Они смотрели с недоумением и недоразумением. Но была третья категория людей, которые насмехались над всем этим. Точно так же, как сегодня. Некоторые радуются в Духе Святом, некоторые недоумевают и говорят, ну не понимаю, ну мне Господь еще не дал, ну я не хулю Духа Святого, я прошу. Это тоже правильное состояние. Но есть те, которые насмехаются и говорят много об этом. Вы знаете, это большой грех недоверия силе Святого Духа. Ведь в Духе Святом, я думаю, вы ощущаете проповеди в Духе Святом, вы ощущаете молитвы в Духе Святом, вы ощущаете пение в Духе Святом, когда хор поет, исполненный Духом Святым. У нас много раз бывает так, что когда поет хор, церковь поднимается и начинает вслух молиться. Я помню то время в той церкви, когда я жил еще у себя на родине, и когда проповедник проповедовал из-за кафедры, до трех-четырех раз церковь поднималась в молитве к Господу. Почему? Потому что Дух Святой исходил, Господь посылал свою милость, и народ не мог выдержать этого присутствия. Они подрывались все вместе и славили Бога. Они пели, они на иных языках, они молились. Апостол Павел говорит, буду молиться Духом, буду молиться умом, буду петь Духом, буду петь умом. Я понимаю это как 50 на 50. И самая интересная вещь, заметьте, друзья, Павел говорит в этой главе, благодарю Бога моего, я более всех вас говорю, более вас говорю на языках. Кто из вас благодарил Бога за то, что мы говорим на иных языках? Мы благодарим Бога за Дух Святой, мы благодарим Бога за спасение. Но мало кто молился и говорил, Господь, я благодарю Тебя, что я могу назидать себя на этих языках, я могу тайны говорить Духом, и это послал меня Ты. Кто-то скажет, это было в Старом Завете. Покажите мне одно место в Священном Писании, когда прекратилось дар говорения на иных языках, или крещение Духом Святым, прекратилось сопровождение говорения на иных языках. Покажите. Я вот недавно слушал, смотрел одну как бы передачу одного из баптистских учителей, он часто выступает на телевидении, и ему задавали такой вопрос, правда ли, что любовь не перестала, а вот то место, где написано, что пророчества и языки, они перестанут. Но там написано явно, что это будет в вечности. Вы знаете, этот брат сказал честно, он говорит, нет, нет, у нас его нету, но оно не прекратилось. Я не нахожу в Священном Писании, чтобы оно прекратилось. Вы знаете, так важно, братья мои, сестры, чтобы это не прекратилось в нашей жизни. Я хочу обратить ваше внимание на другое место в Новом Завете, как Дух Святой, тот же самый, который был в Моисее и вел израильский народ в покой, как в Новом Завете он вел первоапостольскую церковь в лице апостола Павла. 13 глава. Слово Божье говорит, в Антиохе, тамошней церкви, были некоторые пророки-учители, перечисляются их имена. И что? Когда они служили Господу, постились, кто им сказал? Кто им сказал? Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал. Ну, раз Дух Святой сказал, они повиновались, взяли пост, молитву, благословившие и отпускают. А кто дальше им говорит, куда идти? И когда мы читаем дальше, мы видим, эти бывшие посланы кем? Духом Святым пришли в селеквиум. Дух Святой отделяет, Дух Святой посылает, говорит и благословляет. И вот эти люди пришли, и вот только они пришли, вдруг сопротивление от Елимы Волхва. Сергей Павлов, муж разумный, слушает Слово Божье, возле него вот этот идет против. И Слово Божье говорит, он же, Павел, исполнившись чего? Опять же с большой буквы, Духа Святого, устремил на него взор и сказал, он исполненный всякого коварства, злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли совращать с прямых путей Господних. Опять же Дух Святой наполняет. Вы знаете, я помню одно время, у нас был православный священник в той местности, где я жил. Он был довольно честным человеком. Он иногда меня вызывал на беседу, иногда моего отца вызывал на беседу. Мы искренне с ним беседовали. Я ему рассказывал, как Господь ведет Духом Святым мою жизнь, мою семью. Я помню, как он горько плакал, обнимал меня и говорит, Валентин, я приду в вашу церковь. Но вы знаете, хорошо то, что мы обещаем Богу исполнять. Он в церковь не пришел, его постигла болезнь, и он умер. Но не об этом хочу говорить, хочу сказать, что однажды мой отец пришел к нему на беседу. Вы знаете, мой отец, он всегда проповедует о Духе Святом, потому что Дух Святой его привел, через это он покаялся, и он как-то с особым трепетом к этому относится. И когда они зашли в православный храм, он предложил маленький такой столик, он сел с одной стороны, а мой отец сел с другой стороны, и они начали беседовать за служение, за одно, другое, и тогда мой папа задает ему вопрос, послушайте, когда вы проповедуете, испытываете вы когда-либо на себе Дух Святой или Силу Божью? Вы знаете, этот человек, православный человек, священник, опустил голову свою и начал перечислять свои грехи, говорит, нет, как может Дух Святой на мне пребывать? Я делаю то, я делаю это, и это, и это, и так честно он рассказывал все то, что он делает, все те грехи, которыми он исповедовался, и говорит, Дух Святой не может на мне почивать. Братья и сестры, вот так же само, мы должны, христиане, быть искренними и честными, и понимать, если я делаю это, и то Дух Святой не может, есть сегодня такое учение, что получивший и однажды получил навсегда, то есть Дух Святой не покидает человека. Нет, Дух Святой не может быть заложником в грешном теле, он уйдет, он как голубь улетит оттуда, он не может быть человек, который отступил от Бога, курит, пьет, ругается, Дух Святой в том сердце не устоит, не будет там, он обратится в неприятеля его, и не будет в нем. И смотрите дальше апостол Павел, Слово Божье говорит, что еще дальше все его жизнь была водительством. Написано, когда они даже перенесли посрамление или их изгнали, Слово Божье говорит, а ученики исполнились радости и Духа Святого. Дух Святой, Он есть утешитель, и Дух Святой способен утешать в те моменты, когда нам тяжело. Но хочу напомнить, братья мои и сестры, мы хотим проснуться утром, и просто, чтобы мы утешались, радовались, есть даже так, что, Слово Божье говорит, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Когда мы изливаем слезы пред Господом, тогда склоняется Дух Святой, чтобы утешить. Когда ангелы служили Иисусу Христу, не в пустыне ли, когда ему было трудно, и когда он боролся со зверями, не тогда ли, когда в Гефсиманском саду пот его падал, как капли крови, утешал его ангел Господень, и подкреплял его. Так же само Дух Святой, Он утешает и подкрепляет нас тогда, когда мы взываем Господу, возможно, о своих детях, возможно, о своей церкви, возможно, о своей личной жизни, и Он тогда укрепляет. Итак, Дух Святой, Он есть путеводитель, тот, который ведет нас в обитованную землю. Исайя говорил, я и залью, Иоиль говорил, я и залью, сам Христос, и мы видим это излияние Святого Духа. Хочу коснуться еще одного момента и перейду дальше к другому месту. Помните, в Деянии апостолов, я иногда это называю «Трема шагами ко спасению». Многие люди говорят, что, ну, не обязательно, можно быть некрещенным духовством и спастись можно. Братья и сестры, я сегодня не у дворей Господних, чтобы говорить, кто спасется, кто нет. Это не мое дело, я далек от этого. Но я хочу показать некоторую истину. Посмотрите, в день Пятидесятницы были люди, я говорил уже, которые изумлялись и недоумевали, что происходит. Но после речи апостола Петра, когда он встал и сказал внятной речью, послушайте, они не пьяны, как вы думаете, третий час дня на улице, и они это исполнение пророка Иоиля, слов его и так далее. И Слово Божие говорит, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья. Я другими словами скажу, что нам делать, чтобы и нам спастись? Что бы нам делать? И посмотрите, Петр говорит такие слова, покайтесь и докрестится каждый из вас. Другими словами, и еще докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Кажется, 38 стих. И, то есть, не покайтесь, крестясь водное крещение. Нет, это другое, это еще одно. Вы покайтесь и докрестится. А потом, и получите, два раза и, и, и получите дар Святого Духа. Я задаю вам простые вопросы. Скажите, братья мои, дорогие и сестры, если я приду в церковь Господню, присоединюсь, буду там сидеть постоянно, но я не покаялся, буду я иметь спасение. Нет, почему? Без покаяния не бывает прощения грехов. Я могу ходить в церковь, но я не покаялся и прощения грехов. Второй вопрос. Хорошо, я покаялся, но я говорю, вот сейчас у вас, наверное, сезон, когда готовят к водному крещению. А я говорю, я покаялся, я верю Господу, но я не хочу водного крещения, мне не надо водного крещения. Спасется этот человек или нет? Нет. Книжники и фарисеи отвергли волю Божью о себе, не крестившись крещением Иоанном. Что они сделали? Волю Божью. Иоанновым крещением отказались креститься. Значит, что? Если первое принимаю, второе не принимаю, я все равно неполноценный. Теперь я задаю вопрос. Я принял первое, принимаю второе, но я не хочу крещения Духом Святым. И многие люди говорят, ну, тут это уже другое. А как другое? В том же самом стихе из тех же уст в то же самое время три вещи он сказал. Поэтому, друзья мои, это для вашего размышления, не для того, чтобы кого-то как-то... Послушайте, Слово Божье говорит, что Дух Святой дается святым, как вы дети. Он дается детям Божьим. Он дается... Да, когда мы каемся, мы есть спасенные. Мы уже пришли ко Христу. И вот этим детям Бог еще желает излить полноту силы Святого Духа. Сейчас я хочу чуть-чуть перейти к тем, которые уже получили Дух Святой. И вчера мы еще горели огнем Святого Духа. А сегодня, возможно, мы идем против Него. Вчера была прекрасная конференция, и позавчера, и тема была, что ты гонишь меня. Апостол Павел думал, что он принимает Бога, но гнал Христа. Сегодня мы можем принимать Христа, но гнать Дух Святой от себя. Об этом я хочу, чтобы мы, как христиане полного Евангелия, понимали, что Дух Святой нам так важен. Помните, возможно, кто-то из вас читал историю, слушал, возможно, нет, когда образовалось первое пятидесятническое объединение или союз братьев на Украине. Мы знаем, что Дух Святой пришел, или Господь принес эту вещь через брата Ивана Варанаева, который благовествовал на Восточной Украине, но на Западной Украине был тоже Иван, но его фамилия была Герис. И в 1924 году образовался первый союз братьев или первый союз церквей. Кто из вас помнит, как назывался этот союз? Кто-то помнит? Евангельские христиане имени Святой Пятидесятницы. И уже только аж на Третьем Союзе, когда уже был другой брат, руководящий, Иван Зуб Золотарев, они называли ХВЕ, христиане веры евангельской. Интересное было. Они были Вадимы и Горелии Духом Святым, и они называли себя именем Святой Пятидесятницы. Но я понимаю, с чем это связано. Помните имени Ленина, имени того, имени того, а христиане поняли, мы имени не этого мира, мы имени Святой Пятидесятницы. Почему, друзья мои, они тогда горели Духом Святым? Они тогда были исполнены из силы Божьей. И я читал из этих протоколов, из истории, говорит, два брата были евангелисты, и они говорят, мы писали отчет. Они пишут, говорят, сегодня мы были в таком-то селе, 80 человек обратились в покаяние к Господу. На следующий день они пишут, такого-то числа мы были в таком-то селе, и мы крестили 40 человек на реке. Далее они пишут, что это двигало? Сила Святого Духа. Аллилуйя, братья мои, сестры, как сегодня мы нуждаемся в этой силе Святого Духа. Послушайте, ничего не поможет нашей молодежи, но сила Святого Духа изменит их сердца, изменит их души. Я тоже в свое время не думал, что мне нужен Дух Святой. Я даже изучал места для того, чтобы найти, что можно без Духа Святого жить. Но когда я был крещеный Духом Святым в тот вечер, я помню, как текли слезы, я помню, как любовь излилась в мое сердце. Я готов был обнять каждого брата и сестру. Я готов был обнять всех грешников вокруг меня и рассказать им о Христе. Это было вечером. На следующий день я не захотел ни работать, ничего. Я проснулся утром и быстро открыл Евангелию. Когда я открыл Евангелию, мои глаза залились слезы, я не мог смотреть. Это Евангелие было новое, другое, настолько мне ценное, дорогое, что я не мог его читать. Я заливался слезами и говорил, Иисус, благодарю Тебя за Слово. Я целый день провел молитвы и чтения Слова Божьего. У меня была новая жизнь, новая радость. До сих пор я ощущаю то присутствие. Господь сходит и я чувствую эту благодать Божию. Я рад этому. Я ничему, я не знаю, был бы ли я христианином или нет. Есть люди более постоянные, более непостоянные, но я знаю, что когда касается Дух Святой, я всю свою жизнь открываю Христу и пред лицом его желание моего сердца прочитать место, которое записано в послании Ефесянам, то, о чем более тщательно мы сейчас обратимся к этому месту. Здесь написано 30 стих Ефесянам 4.30 И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. В других переводах написано на день искупления. Слово Божие говорит, не огорчайте Святого Духа. Как вы думаете, чем мы можем или как мы можем огорчить Святого Духа? В этом же тексте, в этой же главе, в это же время, чуть-чуть выше апостол Павел говорит, как это может произойти. 27 стих он говорит, и не давайте место дьяволу. Так вот, чем оскорбляется Дух Святой, вот чем огорчается и может стать нашим неприятелем Тот, Кто нас утешил. Задавались ли вы вопросом, как можно оскорбить того, который тебя утешает? Как можете оскорбить самого близкого, который тебя спасает, который тебя ведет? Скажите, братья мои, сестры, кто из детей не огорчал своих родителей? Кто из родителей не плакал от своих детей? Казалось бы, самые близкие дети, которые дали жизнь, самые близкие люди, которые дали жизнь, которые кормили, одевали, заботились И получают огорчение от того, кто должен им всем, всею свою жизнью. Так же само происходит иногда в жизни. Как можно дать место дьяволу, однажды познавшись силу Святого Духа? А Слово Божие показывает, да, можно, да, бывает такое. И далее Павел более тщательно объясняет, чем это может вызваться, как это может произойти. И смотрите, 25 стих говорит, поэтому, отвергнувши ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг к другу. Братья мои и сестры, задумывались ли вы, как иногда неправда, ложь приживается в устах христиан, детей Божьих? И даже иногда крещенные Духом Святым позволяют себе такое говорить неправду. Здесь написано, члены друг к другу. С детства дети иногда обманывают родителей, муж жену, жена мужа, брат сестру, сестра брата. И даже в церкви, Слово Божие говорит, друг к другу, члены. Это говорится о церкви Христовой. Даже в судожителях бывает иногда обман. Ну, уже бывает такое, и мы должны быть честны и открыты. Хотя мы имеем горький пример, что нельзя обманывать Духа Святого, она не Исафира. Помните? Говорит, зачем допустил мысль солгать кому? Не нам, а Духу Святому. Обманывая брата своего, говоря ложь ближнему своему, мы говорим ложь Духу Святому. И поэтому Слово Божие говорите истину друг к другу. Знаете, братья и сестры, я думаю, вы заметили, чем христианин больше в вере, тем он изворотливей, тем ему более невыгодно говорить правду и истину ближним своим. Иногда человек думает, ну я не скажу напрямую правду, я придумаю так сказать, чтобы я и не обманул, но чтобы это как-то так изворотливо, и этот человек говорит неправду с лукавством вдвойне, еще больше. А Слово Божие говорит истину друг к другу. Братья и сестры, как мы не любим лицемеров, как мы чувствуем, когда есть лицемерие в человеке, который беседует с нами. А как мы, открыты мы, может ли кто-то показать на этого человека и сказать, вот этот человек ложь не скажет. Вы знаете, я знаю многих людей таких, я знаю многих людей таких, один есть даже в моем родстве. Вот бывает приходишь и кто-то там шутит, и я замечаю, что он что-то говорит, но он потом откроется, но сейчас он шутит. Я сразу до этого человека, Саша, скажи, это так или нет? Он говорит, нет. Этому человеку хоть шо, хоть его проси, хоть как говори, ну давай на время мы как-то скроем. Ну не может, не может, его характер не может говорить ложь. Никогда не скажет. А знаете, что участь лжецов на одной полке с лицемерами, любодеями, идолослужителями и так далее. Хотя мы говорим этот грек не к смерти, к смерти, братья мои и сестры. Этого достаточно, чтобы Дух Святой был огорчен и отошел от нас. Поэтому говорите истину друг другу, говорите правду, никогда не лицемерьте. Научите свой язык, что при любых обстоятельствах пострадаю я или нет. В пользу мне, не в пользу, но Духа Святого я не могу огорчить и обязан сказать правду. Второе говорит, гневаясь не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. Знаете, бывает гнев. И у Христа был гнев на книжников и фарисеев. Это присуще нам, но гнев гнездится в сердце глупого, Слово Божье говорит. А есть праведный гнев, который мы обязаны контролировать. Иногда братья и сестры часто говорят, отец, какой он должен быть за кафедрой, такой он должен быть и дома везде, мать, какая в церкви такая дома. А я, знаете, с этим иногда не согласен. Я иногда дома проявляю строгость к своим детям. Иногда мне приходится даже их наказывать. Я не могу быть такой в церкви, потому что в церкви мои дети очень послушные. А вот дома я даже, бывает, сохраню свой гнев чуть-чуть для дома, чтобы дома им высказать. И да, ну я могу не согрешать, я могу не делать какое-то зло. И Слово Божье говорит, гневаясь, не согрешайте. Будет приходить к вам это чувство. И каждому человеку это чувство знакомо. Но храните себя от греха. И далее Слово Божье говорит, кто крал, впредь не кради, а лучше трудись своими руками. Ну тут, наверное, 99% из нас скажет, это не к нам. Это может мы и крали, но это в мире. А сейчас мы абсолютно не крадем. Мы сейчас честные люди. Но Слово Божье нам показывает о том, что крестьяне, они тоже могут красть. И когда мы читаем Малахии 3, а глава 8 стих говорит, вы обкрадываете меня. Чем? Десятиную приношением. То, что мы получили не от твоей ли руки, а от Господа. Десятина принадлежит Господу. Есть те финансы, та часть, которая не моя, братья мои и сестры. Если вы думаете, это было в Старом Завете. Нет, это было давно до закона. Ее отдал Иаков, ее отдал Авраам, десятую часть. А первоапостолы что делали? Они не десятую часть, они дома, имение свое продавали. Поэтому не огорчайтесь, когда вас призывают к тому, чтобы жертвовать. Я не буду сегодня призывать к жертве. Но я хочу сказать, что когда ваш пастор или служители, братья ваши призывают, радуйтесь этому. И не обкрадывайте Богу, но то, что принадлежит Богу, выделяйте Богу. Хочу сказать простой пример. Например, однажды в нашей церкви, когда не было учения вообще о десятине, вообще никто не говорил, кто сколько жертвовал там, сколько и давали, и было хорошо. Потом вроде служители обнаружили это место, они вникли в это место и говорят, послушайте, мы можем получить от Бога благословение, если будем жертвовать десятину. Начали в церкви говорить о десятине. И знаете, я помню, даже один дедушка, он был пенсионер, и он только получит пенсию, сразу десятую часть несет к нам. Знаете, тогда не было банков, хранилась касса у кого-то, и вот у отца моего была эта касса. И он приносил, говорит, Петр, послушай, я хочу мою десятую часть уже положить в церковную кассу, потому что придут внуки, и могу отдать что-то, а потом откуда я возьму. И вы знаете, никто людей не спрашивал, прошло время, сами начали свидетельствовать и говорить, мы одалживали, нам не хватало. И это семья за семьей, практически все говорили, у нас были недостатки. С тех пор, как мы начали отдавать десятую часть, мы начали получать благословение от Бога. Мы уже одалживаем сами, мы сами даем другим. Почему? Потому что Бог благословил. Я не знаю, друзья мои, не хочу пойти против вашей совести, но хочу вам просто предложить, вдумайтесь в это место. Господь сказал, вы обкрадываете меня десятиною и приношением. Эти приношения должны быть в доме Господнем. Далее Слово Божие говорит, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Я думаю, этот грязный словарь, он уже остался позади, у христиан его нету. Но вот бывает, знаете, бывает, когда люди в мире, особенно у молодежи, вчера на конференции об этом говорилось, как молодежь вот бывает, вот проскакивают вот какие-то вот грязные слова. Иногда даже гнилые слова, оно, возможно, нематерное, но оно неприятное христианину. Братья и сестры, мы должны бороться. Почему? Огорчает Дух Святой. И вот кажется, там чуть-чуть, там чуть-чуть, или то-то, что-то, а вот пришел на собрание, а Дух Святой меня не посещает, рядом брать назидается в Духе Святом, молится, переживает Божье присутствие и благодать, а я сухой-сухой, как будто не для меня этот проповедник говорит, как будто не для меня эти музыканты, хористы поют, как будто это служение я уже жду, смотрю, когда пойду кушать, когда я возвращусь в дом мой. И 31 стих говорит, всякое раздражение, ярость, гнев, крик и злоречие со всякою злобою, да будут удалены от вас. Вот эти качества далеко-далеко от нас. Знаете, что значит удалено? Удалено-удалено. Это очень-очень далеко, так что я не могу его достичь, так что я не могу дотянуться до него, чтобы я хранил свой сосуд, чтобы вы хранили свой сосуд. Братья и сестры, чтобы Слово Божье говорит, но будьте друг ко другу добры и сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе просил вас. Будьте добры, будьте сострадательны. Представьте, братья и сестры, жить в таком обществе, быть, находиться в Церкви Божьей, где друг ко другу полны доброты, а любовь изливается Духом Святым. А мы можем быть только тогда, когда мы не огорчили Дух Святой в Его Святом Духе и в Его Святом Присутствии и в Его Благодати. И так в Старом Завете Дух Святой ввел народ израильский. Он ведет в Новом Завете нас с вами. Это тот, который ведет нас в покой. И мы должны быть внимательны, братья и сестры, чтобы не огорчать, не похулить. Похулить Дух Святой не может тот, который его не имеет. Но однажды, имевши этот дар, давайте ценить эту благодать Божью. Я думаю, мы сейчас помолимся, мы обратимся к Господу и воздадим Ему благодарность за то, что Он послал силу Святого Духа, за то, что мы не одни. И мы проверим свою жизнь сейчас, будучи на коленях. Каждый, слыша вот эти качества, давайте зададим, а что из этих качеств есть во мне? Что я могу исправить или поправить, чтобы Дух Святой больше никогда не был огорчен? И попросить прощения, хотя мы не молимся Духу Святому, мы молимся Отцу во имя Иисуса Христа. Но давайте сегодня обратимся и скажем, Отец, чем огорчил я Твой Дух? Чем я неправильно поступил пред лицом Твоим? Прости меня и откройся мне. Я хочу быть вводимым Твоим Духом и переживать Твою благодать в своей жизни. Слава Ему навеки. Аминь. Будем молиться.